Что тут оставил? В тенечке? Давайте только еще. Давай я наверное заеду куда-нибудь, чтобы она не мешала. Всем любителям заброшек посвящается. Друзья, недавно проезжая мимо этого места, я заметил вот такое недостроенное заброшенное сооружение. Здание довольно-таки большое. И интересно, что же здесь будет внутри. Естественно, взяв с собой видеокамеру, я не поленился это сделать. Приехать опять сюда и, в общем-то, буду вам показывать и рассказывать все, что тут увижу. Марина привыкает к духу сталкерства и заброшек. Здание пятиэтажное. Видно, что здесь его забросили на этапе строительства. Здесь есть карьер. И очень-очень много кирпичей. Здесь, похоже, была лестница или какой-то залаз на второй этаж. Толщина пола или потолка довольно-таки внушительная. По ней можно ходить. И наверх так вот выглядит довольно-таки красиво. Как будто здесь мог находиться лифт. Смотрю сейчас на себя и, честно говоря, так вот. Интересно получаюсь на видео. Приближаемся. Так взлетаем, взлетаем, взлетаем. А что там наверху? Сейчас мы поищем лестницу. Посмотрим, если можно подняться повыше, то, естественно, мы это сделаем. А также осмотримся по сторонам. Ну и неплохо бы, конечно, оказаться на крыше этого здания. Скорее всего, дом. Но по картам, если смотреть по вики-мэпе, сильно ничего не указано. То есть непонятно, что это должно было быть. И так мы еще на первом этаже. Заходим в одно из темных помещений. Здесь лежит матрас. Потом мешок какой-то. Портки кто-то свои оставил. Шампур. Да, и шампур. Еще наверняка готовил шашлыки. А ну какие же шашлыки? Если тут бомжи жили, то, скорее всего, просто приготовили себе поесть. Кошетинку. Так, выходим дальше. Или собачатинку. Надо найти лестницу наверх. Вот такие довольно-таки интересные стены дополняют весь вид и антуражность этого заброшенного здания. А вот лестница, где должна была быть. Так что, нам наверх не попасть, что ли? Ну, сейчас обойдем, посмотрим. Здесь все пролеты, можно сказать, только начинаются сверху лестничные. А внизу все срезано, чтобы наверняка наверх не лазили и ничего не видели. Ну и зачем тогда здание, суть его и сущность, если на него сталкеры не могут возобраться? Возобраться. Смотрим дальше. Здесь тоже маленький переход. Довольно узкие коридоры. Тут реально заскучать, ползая по таким заброшкам. Мне что понравилось, там вот в той стороне сзади, где мы оказывались, наверх очень красиво вело. Вот, практически как здесь. Сейчас я покажу зрителю. Такой наверх, подъем, подъем, подъем. Возможно, это место проектировалось как лифт. Кто знает, кто знает. А также вот тут камень. Просто ничем не закрепленный. Так что под ним ходить лучше не спрятать. Значит, на бушку свалится и убьет. Насмерть. У него какие-то предметы валяются. Ладно, пусть валяются. Придемся дальше. Так, получается, нам на верхний этаж не поделиться. Сейчас мы обойдем, посмотрим само здание, как оно выглядит снаружи. Еще разок. На ни одной лестнице нет, которая бы могла везти наверх. Жалко. Так, а это место похоже на гараж. Ну, еще какие-то пристройки. На что похоже вообще целиком это здание, я так и не могу понять. Ну, дом-то домом, конечно. Однако, вот эта пристройка рядышком, бетонная. Так, я немножко вниз спустился, хочу посмотреть все-таки, как можно в этот подвал попасть или не попасть. Вообще, интересно, чем занимается местная молодежь из этих поселков. Мне аж любопытно. И здесь довольно интересно, оно вдаль уходит. Практически под дом. Парень распускается покорять вершины, точнее подземелья этого здания непонятного. О, у меня аж поджилки трошатся. Окинем взором местную вышку сотовой сети и начинаем, ну, я не скажу восхождение, но тем не менее исследование местности. Для этого надо включить на камере фонарик, хоть он такой убой, но тем не менее. И первая дверь, какой-то каземат тут прям в темноте ничего сильно не видно. И еще отверстие, переходящее дальше. Очевидно, все-таки под землей здание имеет более широкую инфраструктуру, нежели чем сверху это видно. Ага, правильно я подметил. И, возможно, всего подвал, который здесь находится, он переходит дальше под само здание. Здание, в котором мы были буквально несколько мгновений назад. Так, идем туда. Да, фонарика явно не хватает. И очень как не хватает. Держи фонарик рядом, чтобы было вдохново. Переходы между одним подвалом и зданием довольно-таки сложные. И мы попробуем сейчас найти другое место, где мы сможем осуществить более качественный залаз. Судя по всему, это здание не успели достроить. Также не успели провести какие-то либо коммуникации, напряжение, трубы. Все, в общем-то, осталось сброшенное. Друзья, если кто-то бывал в поселке Ермилово и знает, что это за здание, пишите в комментариях. Будет очень интересно и полезно это нам узнать. Ну, а мы тем временем увидели вроде как нормальный залаз. Пробуем, изучаем, смотрим. Включай фонарь. Здесь у нас очень много железа, пластин. Наверняка это были магнитопроводы от какого-то трансформатора разобранные. Кто знает, кто знает. Также валяется какая-то бочка. И ленточкой нанесем какой-то ограничительный значок, чтобы люди наверняка не ходили. Да, мы правильно находимся под самим зданием сейчас. Температура в подвале намного ниже, чем на поверхности. Есть еще какая-то путаница лабиринта ходов, которые, возможно, куда-то и приведут, а, возможно, и никуда вовсе и не приведут. Ну, одно явным остается, что здание потихоньку разрушается без вмешательства человека. И в скором времени оно разрушится. Так что, друзья, кто любит сталк и заброшки, и хочет еще побывать, то поспешите побывать в этом месте. А вот, кстати, как раз переходные окна на тот подвал. Ну, не более того, только окна и ни одной двери. И здесь я как раз выглядывал. Единственное, что не получилось и что очень жалко, нам не удалось попасть на верхний этаж и на крышу этого здания. И так, коверин наш раз выводит на улицу. Да, здесь путаница такая, получается, ходов. Ну что ж, друзья, факт остается фактом. Помещение потихонечку разрушается, превращается в обычную гору мусора. КОНЕЦ Посмотрев напоследок на здание, мы отправились путешествовать дальше по этим местам. В нашей большой необъятной родине очень много таких мест, куда еще следует заехать. Друзья, на этом история не заканчивается. Наше путешествие продолжается. Если вы хотите, чтобы я побывал выше первого этажа этого здания, пишите в комментариях, жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. Я должен видеть ответную реакцию. Ну а мы еще немного покатались, сняли лесу на бывшем военном аэродроме, а также приближающийся и проезжающий мимо нас дизель-поезд на приморской ветке. Какие путешествия нас ожидают впереди, я пока раскрывать не буду, поддержу интригу. А вы следите за обновлениями канала. С вами был Владимир Николаевич и полезный канал MIP Portal. Всем добра и позитива! Субтитры сделал DimaTorzok